Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. На экзамен не попал. Очередное ДТП с участием скутера. Когда мы вместе? Уникальный социальный проект в поддержку детей из многодетных семей представили Стражи порядка и общественные организации. Польские яблоки нам не по вкусу. 20 тонн санкционных фруктов уничтожили на полигоне. Воспользовались положением. Сотрудники транспортной прокуратуры незаконно оформили ввоз трех автобусов, направлявшихся из Республики Молдова. 1 июня по традиции открылся летний купальный сезон. Сотрудники МЧС-настоятеля рекомендовали до этого времени не купаться в водоемах во избежание трагедии. Однако в Карачевском районе трагедии не удалось избежать. Там из озера достали труп мужчины. Утопленника нашли в месте, не оборудованном для купания. В данный момент устанавливается его личность и обстоятельства произошедшего. Не лучше обстоят дела и на суше. Госавтоинспекция города Брянск обращает внимание на то, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники. Два факта ДТП произошло в последний день весны. 31 мая, в которых травмы получили три человека. 1 июня – вновь дорожное происшествие с участием 17-летнего скутериста. Утром возле дома номер 51 по улице Почтовой в Бирском районе 73-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь со стороны улицы 50-й армии с правым поворотом на улицу Донбасскую, совершил столкновение со скутером «Стелс», который двигался в попутном направлении по тротуару, за рулем которого находился 17-летний учащийся Брянского педагогического колледжа, спешащий на экзамен. Скутерист был без мотошлема и мотой кипровки, поэтому получил множественные травмы, черепно-мозговую, сотрясения и другие раны и ушибы. Он госпитализирован в городскую больницу номер один. Выяснилось, что у парня не было водительского удостоверения. Скутер ему подарил отец, он же и обучил навыкам вождения. Госавтоинспекция города в очередной раз обращает внимание родителей на то, что стоимость одной поездки ребенка без соответствующего водительского удостоверения обходится порой дороже мопеда. Но наибольшее беспокойство вызывает жизнь и здоровье ребенка, который, не зная правил дорожного движения и не имея практических навыков, выезжает на проезжую часть. Результаты этого, к сожалению, неутешительны. С начала года в Брянске уже зарегистрировано 10 ДТП с участием водителей мототранспорта. Один человек при этом погиб и 9 получили травмы различных степеней тяжести. Повлиять на печальную статистику можете и вы, если проявите свою гражданскую позицию. Водители-пешеходы не должны оставлять без внимания различные грубые нарушения. Необходимо немедленно сообщать о них в ГИБДД. Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Брянску обращается к участникам дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, сообщите об этих фактах ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть госавтоинспекции по телефону 74-71-02. Помните, что именно ваше сообщение, возможно, поможет сохранить жизни и здоровье водителям, пассажирам и пешеходам. Не оставайтесь безучастными. 1 июня заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве школьницы в Навлинском районе. По версии следствия, 1 сентября 2015 года Александр Цхай 1962 года рождения на почве личных неприязненных отношений ударил отверткой в голову 9-летнюю девочку, которая от полученной травмы скончалась. После этого Цхай вывез убитую девочку в лес, где сбросил в яму, забросав строительным мусором. Уголовное дело будет направлено в Брянский областной суд для рассмотрения по существу. Абрянские полицейские в День защиты детей представили уникальный социальный проект «Когда мы вместе». Необычная инициатива стражи порядка и представители общественных организаций направлена на поддержку многодетных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Эта смена реализуется в соответствии с проектом, который называется «Когда мы вместе». Это социальный проект, получивший грант проект из Брянской области. И в течение лета более чем из 10 семей, где-то около 50 человек детей, будут заниматься у нас в культурном центре. В этой программе, в этом проекте участвует несколько организаций. Первый – это сотрудники УВД по Брянской области. Второй – это фонд «Благодара» и общественное движение «Полицейские жены». Дальше – это службы социальной защиты населения. В лице областного центра – педагоги, психологи, юристы. Преподаватели прикладных искусств организуют для детей и подростков школу труда, в которой можно приобрести необходимые в повседневной жизни навыки. Девочек будут обучать шитью, мальчиков – слесарному и плотницкому делу. По воскресеньям для ребят будут проводиться культурно-массовые мероприятия. Это разнообразные путешествия, посещения спортивных и культурных объектов. На презентацию проекта, кроме его участников, были приглашены также воспитанники летних школьных лагерей. Для них состоялся концерт, в котором с песнями и танцами выступили дети сотрудников органов внутренних дел, участники, проводимых под эгидой движения «Полицейские жены», конкурсов красоты и таланта. Ребята приняли участие в викторинах, песенном и танцевальном марафонах. Необычная кража произошла в селе Борщово Навлинского района. Ночью вор разбил оконное стекло в отделении почтовой связи и похитил с прилавка 34 пары колготок и два фена. Всего на сумму 6 тысяч рублей. Ранее судимого местного жителя оперативники вычислили по горячим следам. При допросе он рассказал, что был сильно пьян и не помнит, зачем украл колготки. Не секрет, что Россия ввела эмбарго на европейскую продукцию в ответ на антироссийские санкции. Вследствие чего с августа 2015 года в нашей стране начали уничтожать продукцию, возимую из стран, в отношении которых действует продуктовый эмбарго. Так брянские таможенники уничтожили на полигоне по утилизации более 20 тонн польских яблок. В Российскую Федерацию товар был вывезен под видом других товаров с подложными документами. Следовал от одного из белорусских предпринимателей в адрес одной из российских фирм. В товаросопроводительных документах были заявлены белорусские товары, не запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию. Однако в результате осмотра транспортного средства установлено несоответствие документов к перевозимому товару. В коробках с яблоками страной происхождения значилась Польша. В итоге 1559 коробок с яблоками направили на уничтожение. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Брянские цыганки взялись снимать порчу у столичных дам. Как установили сотрудники полиции по Клинскому району, 28-летняя уроженка Брянской области почти месяц убеждала 23-летнюю местную жительницу в том, что ей необходимо снять порчу. Лже-целительница проводила ритуал, а жертва одаривала ее деньгами и подарками. За несколько сеансов целительства девушка лишилась сбережений, украшений, трех мобильников и планшета. Ущерб составил 650 тысяч рублей. Установить мошенницу удалось по записям с видеокамер. Как сообщает столичная пресс-служба ОМВД, на момент задержания женщина успела продать украденное, а деньги потратить. Уже доказана причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных эпизодов на территории Клинского района. Материальный ущерб потерпевшим превысил 120 тысяч рублей. Целительнице грозит до шести лет лишения свободы. Если вы тоже пострадали от ее действий, звоните по телефону 8-496-242-11-68 или 02. В поле зрения Брянской транспортной прокуратуры попало преступление о контрабанде. Используя служебное положение, сотрудники таможни незаконно оформили ввоз трех автобусов, направлявшихся из республики Молдова. Сотрудники Климовского таможенного поста Константин и Дмитрий Будниковы в сговоре с гражданином Молдавии пропустили на территорию России и незаконно оформили временный ввоз трех автобусов без уплаты таможенных платежей. В результате преступных действий государству был причинен ущерб на сумму более 5,5 миллионов рублей. Одному из таможенников, Константину Будникову, суд вынес приговор. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законов интересов государства. И по пункту А, части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, должностным лицом с использованием своего служебного положения. Константин Будников проведет ближайшие 8 лет в колонии общего режима. Осужденного также обязали возместить в бюджет сумму неуплаченных таможенных платежей. Его брату удалось избежать наказания. Уголовное преследование было прекращено по амнистии. Дело гражданина Молдавии, пытавшегося провести автобусы, выделено в отдельное производство. Сегодня в рубрике «Правовой аспект» мы по традиции задали три вопроса прокурору. Кто допускается к свиданиям с осужденными к лишению свободы? Согласно части 2 статьи 89 Уголовного исправного кодекса Российской Федерации, краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в присутствии представителей администрации из правительственного учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом, либо с супругой, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными, братьями и сестрами, девушками, бабушками, внуками. А с разрешения начальника исправительного учреждения с иными лицами. С кем возможно предоставление осужденному свидания для получения им юридической помощи? Согласно части 4 статьи 89 Уголовного исправного кодекса Российской Федерации, для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа, продолжительностью до 4 часов. Возможно ли проведение свидания осужденного к лишению свободы с адвокатом наедине и вне пределов слышимости третьих лиц? Да, возможно. Согласно части 4 статьи 89 Уголовного исправного кодекса Российской Федерации, по заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа. Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». «Бум-Сити», второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин